Всем привет с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гея, мы сегодня мы играем в пленочку на серию Родина Роллиплей, центральный округ, у них здесь Кирилл Путбуллов и не забывайте водить у них при регистрации. Итак, сегодня снова серия, это уже третья серия за сегодня, которую я записываю по Родине, с вас пацаны обязательно лайки, просто поддержите меня максимально лайками, стараюсь выкладывать видосы каждый день по несколько видосов, потому что серии по другим проектам были, а по Родине не было, поэтому возвращаем, чтобы было все справедливо, чтобы стабильно выходили серии по всем проектам, если что, поэтому с вас обязательно лайки и сегодня мы будем тестировать наш Mercedes MG GT на гоночном треке. Посмотрим, как все-таки он рулится, потому что я назвал эту машину одной из самых лучших, по моему мнению, самые лучшие машины это BMW i8, BMW M5 i60, потом Bugatti Chiron и Mercedes AMG GT, в плане чего они самые лучшие, в плане того, что хорошо рулятся, в принципе, и быстрые, вот какие у них плюсы. Ну что ж, я сейчас сажусь в машину и еду на трек, погнали. Так, все, я приехал на трек, в принципе, я заехал здесь, по-моему, апель не многое изменили, я просто не помню, что здесь были вот такие вот машинки, в принципе, как бы да, проезд вроде бы здесь разрешен, поэтому мы сейчас спокойно заезжаем и попробуем, как эта машина ведет себя на треке. Кстати, если вам понравится эта тема, то можно будет замерить и другие мои машины, ну, например, вот какие у меня машины есть, можно будет замерить их там, прокатиться на них, протестировать, это BMW i5 i60, потом это Audi Policiesco и Bugatti. Bugatti я, кстати, очень давно еще тестировал, где-то, ну, больше полгода назад я ее тестировал, снимал видос, как я на треке наездил, но можно будет замерить все эти тачки именно на треке, можно будет это сделать. Блин, а тут забор стоит, что делать? Ладно, сейчас попробуем мы как-то это все перепрыгнуть. Так, ну что ж, давайте пробуем перепрыгнуть этот забор, по-моему, это делается что-то типа вот такого, все, и вот мы на треке спокойно заехали. Так, поехали на старт и там уже будем пробовать наш Mercedes. Ну что ж, я думаю, мы сначала протестируем Mercedes без Nitro, чисто будем ехать на стоке, то есть не использовать Nitro, а потом уже второй круг попробуем Nitro использовать. Если вам эта тема зайдет, потом можно будет реально в следующей серии, например, замерить его именно на время, либо протестировать остальные машины. Все зависит только от вас, пацаны, пишите в комментариях и обязательно ставьте лайки. Ну что ж, погнали, я думаю, первый круг будет у нас без Nitro. Так, погнали, короче, без Nitro едем, аккуратненько сейчас будем вписываться в паурусики. Скорость у нас примерно 130 километров, ого, какой-то он очень резкий Mercedes на самом деле. Так, продолжаем ехать, короче. Я не знаю, но замеряться мы сегодня не будем на время именно ехать. Сейчас чисто давайте я первый кружочек проеду без Nitro, попробую вообще трек, потому что на треке я очень редко езжу, как вы можете понять, поэтому нужно привыкнуть к дороге, в принципе. Сейчас я еду без Nitro, я думаю, довольно-таки неплохо мне получается. Так, главное, ходить нормально в поворот, не вылетать. Давайте, я думаю, еще один кружок, я думаю, проедем без Nitro, чтобы я побольше привык к треку, а потом уже еще раз сейчас поедем с Nitro. Так, вот этот поворот заезжаем аккуратненько, выходим. Так, тут надо с газом играться, короче, сбрасывать на поворотах некоторых ей, все будет нормально. И набирает он довольно-таки очень быстро, вот обратно этот поворот, вроде бы как, я проебываю. Но сейчас попробуем с Nitro уже, третий круг это у нас будет. Два круга без Nitro и другой круг, то есть третий будет уже с Nitro. Мне, кстати, еще рулеточка упала, мы ее в конце покрутим. Так, давайте поворачиваем, оп, ну блин, вроде бы нормально идем, но он рулится очень хорошо, я думаю, другая бы машина обычная, просто бы так быстро не проехала. Mercedes очень быстро набирает скорость. Так, давайте теперь до полной остановки и врубаем Nitro, короче, все. Попробуем сейчас с Nitro проехаться, я думаю, это будет пободрее. А с Nitro, видите, я не могу, поворот нормально зайти, его боком несет. Так, давайте вот так вот бочком, больше он боком начинает идти с Nitro на поворотах, видите, просто боком проходим, полностью поворот. Вот так, а здесь я не вылетел с Nitro, это уже хорошо. Не знаю, вроде бы как мы немножко быстрее едем, но это не точно. Жалко, что мы не можем использовать Nitro именно на весь круг, чтобы полностью это протестировать, потому что на полукругу, на полукруге, ну да, на полукруге у нас уже заканчивается Nitro полностью. И поэтому мы не можем до конца протестировать этот Mercedes в режиме Nitro, короче, ну вы поняли. Не, ну вроде бы как он довольно-таки неплохо едет, еще бочком так валит. Так, давайте я еще один раз кружочек проеду. Мне понравилось. Так, бочком заходим. Здесь мы потеряли уже время, уже хуже едем круг этот. Так, здесь выравниваемся, здесь разгоняемся, в конце сбрасываем и выходим в поворот. Так, вот здесь тоже надо сбрасывать. Оп, чуть-чуть вылетел. Не, ну блин, реально очень хорошо Mercedes рулится. У кого есть возможность, там возьмите, может, какой-то в аренду его. Прокатитесь на этом Mercedes по треку, вы поймете, что он довольно-таки охрененно рулится. Я думаю, что там какой-то Dodge, либо еще что-то будет рулиться лучше, чем этот Mercedes. Так, у нас под конец еще Nitro появился. Оп, бочком зашли, бочком. Вот это было красиво, пацаны. Это реально было красиво. Ну что ж, я прокатился. Мой вердикт такой, что, блин, довольно-таки круто на нем ехать. С Nitro едем, вроде бы как, чуть быстрее, но, по сцене, в резкие повороты мы идем именно бочком. Я не знаю, это хорошо или плохо. Пишите в комментариях, как лучше я проехал. С Nitro или без. А на этом я заканчиваю. Обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, какие машины мне еще протестировать из своих на этом треке, в принципе. Либо уже замерить Mercedes именно секундомером на время. За сколько я проеду круг, допустим, с Nitro или без. Я думаю, это тоже будет интересно. Все, всем спасибо за просмотр. Я пока что его продавать не буду. Пока что, если вы напишите в комментариях, потестировать еще этот Mercedes, я этим займусь, поснимаю. Но потом уже, возможно, с кем-то обменяюсь, либо продам этот Mercedes. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok